Да, впечатляющая коллекция, да? Не стесняйся, осмотрись. Меня зовут Аврам Вашингтон. Я куратор этой частицы истории Америки. Думай, что говоришь. Даже предложить уничтожить эти сокровища, это просто, просто светотатство. Да будет тебе известно, что данное собрание полностью отражает историю нашей страны. Это уникальная возможность заглянуть в прошлое. Ну, почти полностью. Одного документа мне до сих пор не хватает. В 1776 году второй концептуальный конгресс принял документ, подготовленный не кем иным, как самим Томасом Джефферсоном. В этот день Соединенные Штаты Америки приняли свое имя и заняли свое место в истории. Этим потрясающим документом была Декларация Независимости. Именно. Без декларации остальные документы здесь почти бессмысленны. Я должен ее получить. Если раздобудешь мне этот документ, я щедро тебя вознагражу. Ну как? Ты завоюешь себе место в истории. Человек, вернувший стране Декларацию Независимости, какая слава тебя ждет! Уверяю, героев Соединенных Штатов ждет вознаграждение достойной их доблести. И твоя награда будет такой же. У меня есть единственная, дошедшая до наших дней, схема создания оружия под названием «Железнодорожная винтовка». Принеси мне Декларацию, и она твоя. Великолепно! Обещаю, ты об этом не пожалеешь. Только подумай, ты теперь непосредственный участник новой страницы истории Америки. Как я тебе завидую! Декларация Независимости находится где-то в руинах национальных архивов. Национальные архивы находятся в руинах Вашингтона. Точнее, то, что от них осталось. Документ должен храниться в стеклянном защитном футляре. Будь осторожнее, там кишмя кишат супермутанты. Давай я покажу, где это находится. Осторожней! Никто не знает, что может затаиться в архивах. Приятного аппетита! Хэм! Принеси мне маленький таталь, прибег! Принеси я, креп! Погоды ничем едят! Продолжение следует... 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 Честно говоря, идея ГЭК звучала полной фантастикой, даже для гения масштаба Брона. Модуль терраформинга, который мог создать жизнь из неживого, это уже из области чудес. Но этот прибор не только существовал, он был разослан по нескольким убежищам для использования после войны. К сожалению, 101-е в их число не входило. Я навел справки и нашел имя Брона в списке лиц, приписанных к убежищу 112. Я не бесталанен, но этот человек, он вполне мог преуспеть в том, что мне не по плечу. Быть может, в убежище 112 остались его материалы, дневники, голосаписи, компьютерные файлы или даже эксперименты. Если я смогу заполучить даже малую часть наследия Брона, проект «Чистота» станет реальностью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но я так и не нашел ничего эдакого. Так что однажды ночью, после полбутылки скотча, я забрался в кабинет смотрителя. Взломать его консоль и получить доступ к секретным файлам было парой пустяков. По большей части это был полный мусор. Пропаганда, шпионские отчеты, доносы, просто потоп сознания. Но одна вещь, одно имя просто бросилось мне в глаза. Доктор Станислас Брон. Конечно, я знал о работах Брона. А кто о них не знал? Великий ученый, волшебник из Волттек, мастер технологических чудес. Но тогда, в убежище 101, той ночью в кабинете смотрителя, я впервые... ...в программе возрождения социума Волттек, и о том, что он создал некий ГЭК. Генератор Эдемских кущ компактный. Я ухожу в убежище 112, искать среди работ Брона что-нибудь, что поможет мне запустить очиститель. Все, что я знаю, что оно находится в месте под названием Эвергрин Миллс, и хорошо замаскировано под гараж, или что-то в этом духе. Но я его найду. Я должен рукой подать до решения, но в этом весь проект чистота. Целая вечность из одних почти. Что ж, может, у Брона найдется ответ? Хотитеselling путь. какие-то steёта. Продолжение следует... но не хотите получить, Калипин , стекли, что хорошо захочут, Я limb измену имел аромат, что eyeballs 진ет. Когда не熟 Panther торопарен, позв Behzня. Și-ка, Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что ж, снова здравствуй, проект Чистота. С момента моей последней записи прошло почти 20 лет. С тех пор, как я оставил все позади, чтобы дать моему сыну будущее. Мы провели это время в убежище 101, надежно укрытое от остального мира. Мне все было идеально, но нам ничто не угрожало. А чего еще желать? Теперь мой сын уже взрослый, красивый, умный, уверенный мужчина. Прямо как его отец. И как бы трудно ни было это признать, он вполне может обойтись без папочки. И вот я снова здесь, где все началось. Проект Чистота. Господи, мы и правда хотели изменить мир. Мы правда думали, что источник воды живой станет реальностью. И именно поэтому это такой важный момент. Потому что через 19 лет я все равно еще верю. Проект Чистота может и будет работать. И это только начало. Второй день моей попытки воскресить проект. Я запустил один из портативных термоядерных генераторов. Но его хватает только на аварийное освещение и еще пару систем. Это уже что-то. Но мне нужно подать ток на главный компьютер. Значит, пора нанести визит Мэдисон в Ривит-Сити. Я говорил с доктором Ли. Мэдисон. В Ривит-Сити. В общем, чего-то подобного я и ожидал. В смысле, она решила, что я спятил. И не винить же ее. У нее своя жизнь, своя команда. И то, чем они занимаются, приносит реальную пользу. И вот появляюсь я. Апофеоз провала и несдержанных обещаний. Но дело в том, что мне нужна Мэдисон и вся ее научная команда. Какой бы она ни была, один я не справлюсь. Проект «Чистота» важнее меня и моих ошибок. А без Кэтрин, господи, я не могу его зарезать. Один раз уже был. Больше нельзя. Тесты не дали окончательного результата. Но Мэдисон и я уверены, что все дело в системе вторичной фильтрации. Мы собираемся провести повторную калибровку оборудования и еще раз прогоним все тесты завтра. Так что, Джеймс, ну пожалуйста, я работаю. Но не сейчас. Значит, следующий шаг. Если мы получим требуемые результаты, мы перейдем к... Джеймс, прекрати. Дай дописать в конце концов. Мы перейдем к диагностике поглотителей радиации. При этом... Ой, Джеймс. Ну что, прямо сейчас? Ты чего? extraordin Kindern cute. А может быть? Подпис מכил ее оборудование и наметно ее чуть-чуть. Опершу готовим их Ergebnis. Тут packsى чёрность. Сейчас у нас разрешена. Я вотед agree, Подписаться, какую-зоmarкетую калку, которая беспор refuge� steadовала вамwarmCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCarCar, Продолжение следует... 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 Мы не можем больше отступать. Наша слава не будет запятнана кровью тирании. Враг... Скоро будет здесь. Нужно защищать командира. Помните, наше дело правое. Это дело всего человечества. Уровня угрожает. Жалкий, идет поиск противника. 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 Продолжаем. 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 Продолжаем... Продолжение следует... 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 Мы — свободная нация. Так моя слава обгоняет меня? Хорошо. Значит, ты знаешь, что со мной шутить не стоит. И что моя верность Соединенным Штатам вошла в легенды. Я знаю, что уступаю тебе в воинском мастерстве. Но готов драться до последнего вздоха. Какое оружие выберем? Рапиры, пистолеты на рассвете. Выбирай. Это не просто бумажка, сэр. Это доктрина, изложенная участниками Второго Континентального Конгресса. Она избавляет нас от тирании британского короля Георга Третьего. Это, пожалуй, величайший символ этой свободной страны. Нарушенные обещания и ложь — орудие британской короны. Но я не поддамся на провокации. Раз ты не хочешь кровопролития, могу я предложить тебе сдаться? Обещаю, что с тобой будут хорошо обходиться. Как и подобает обращаться с солдатом королевской армии. Тогда объясни. Но знай, я искушен в грязных методах английских шпионов. Рекомендую иметь это в виду. Святые небеса, это огромная честь для меня, сэр. Я жил мечтой об этом дне. Надеюсь, сэр, что мои укрепления соответствуют вашим высоким требованиям. Мои люди ждут вашей команды броситься вперед и освободить столицу. Могу ли я спросить, куда вы планируете отнести этот документ? Новому президенту? Значит, звездно-полосатый флаг будет вечно развиваться над этой землей. Да здравствует свободная Америка! Это... Это значит, что война закончилась? Мы победили? Все кончено. Слава Богу! Тогда моя служба здесь, в форте, окончена. Я думаю, лучше всего тут подходят ваши собственные слова. У нас в Америке не правительство большинства, а правительство большинства небезразличных. Служить в армии Соединенных Штатов было огромной честью для меня. Каков ваш последний приказ? Сказанные вами, эти слова много для меня значат. Я горд, что мне выдалась возможность служить своей стране. Пора мне отправиться на долгожданный отдых. Мои люди тоже его уже давно заслужили. Я слагаю с себя полномочия и передаю вам командование над укреплениями. Удачи, мистер Джефферсон. И передайте привет Салли. Мистер Джефферсон. Мистер Джефферсон. Мистер Джефферсон. В чем дело? Убираемся отсюда. Пора получать награду и пропивать ее. Где-то здесь должен быть лифт на верхний уровень. Ривит-сити, мы идем. Продолжение следует... 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 Разумеется, тебе полагается награда. Сто крышек устроит. Цена высокая, но дело того стоит. Но кто бы мог подумать? Я просто ушам своим не верю. Вы по праву займете достойное место в аналах истории США. Этот великий день будут помнить вечно. Я лично вручу Сидне обещанную часть награды. Можешь не беспокоиться на этот счет. Вот твоя награда, друг мой. Она достается тебе по праву. В чем дело? А тебе не все равно. В наши дни каждый сам за себя. Что ты хочешь знать? Даже и не знаю. Я росла, как и любая другая девчонка в этом поганом мире. Большую часть времени старалась держаться подальше от работорговцев. Однажды на пустошах я наткнулась на труп какого-то бедняги. При нем была информация о каком-то ценном документе. Я слышала, что Авраам Вашингтон готов неплохо заплатить за этот документ. Вот и отправилась на поиски. Это оказалась Конституция. Он дал мне кучу крышек. Я напилась, перепихнулась и впервые в жизни поняла, что я счастлива. С тех пор так и живу. Не, у него просто бешеное количество барахла. В одиночку это сделать почти нереально. Он готов нанять кого угодно. Вот тебя, например. По правде говоря, мне наплевать, что он со всем этим делает. Пока он платит, я шурую. Да, ничего. Я даже когда ложусь спать, кладу ее под подушку. Мой отец патрона делал. Он меня многому научил. Так что в свободное время я вожусь с оружием, типа моего любимого 10-миллиметрового пистолета-пулемета «Ультра». Это что-то вроде хобби. Ладно. А когда мне было 14, он исчез, и я осталась одна. Даже не попрощался. Я неделю ревела. А когда мне было 14, он исчез, и я осталась одна. Даже не попрощался. Я неделю ревела. Можешь представить, каково это оказаться на пустошах одной в таком возрасте? Не знаю, куда он делся. Да мне и наплевать. Надеюсь, он получил по заслугам, поддонок. Теперь, когда мы принесли декларацию, я просто возьму свою долю и пойду напьюсь. Если понадоблюсь, ищи меня в подземелье. Я часто там тусуюсь, поскольку гули ко мне не пристают. Знаешь, с меня на какое-то время хватит блужданий по пустошам и копаний в руинах. Я сейчас хочу просто расслабиться и сорить крышками. Но спасибо за предложение. До скорого.